здравствуйте уважаемые друзья очередной день нашего великого сидения на самоизоляции но правда мы не относимся к числу контактных лиц но тем не менее самоизоляция сейчас невольно у всех и вот каждое утро я примерно вот такую картину наблюдаю соседи близлежащие беседуют друг с другом возле входа в хлебный магазин он вот здесь вот второй вход и с другой стороны дома там еще один вход но я обычно в тот вхожу а сюда в общем если вы вошли в тот вход должны выйти в этот в общем по логике карантина посетители не должны друг с другом встречаться и внутрь помещения запускают ограничено желательно чтобы один человек был находился в помещении в торговом зале нахождение там другого человека крайне нежелательно ну наверное если наплыв покупателя они как-то это пересматривают хотя я сколько раз проходила мимо в эти дни вижу они все стоят на улице и ждут своей очереди здороваются сейчас даже испанцы очень оригинальным образом они не целуются как при встрече как тут принято даже не незнакомыми мало знакомыми людьми а или локтями здороваются или ну вот сейчас многие в перчатках перемещаются и хлопают знаете когда и пять вот такое вот есть такая молодежная манера ну вот даже не молодежь например вот эти вот почтенные люди тоже так здороваются я сама вчера видела но сейчас я собственно говоря высунулась в окно послушать как там пепе попугай сосед но он сейчас чет примолк вот ну а дальнейших событиях я вам буду в течение дня сообщать я вчера не выходила на улице сегодня думаю выйти и то что я увижу услышу вам естественно покажу итак я продолжаю сегодняшнее видео из кухни как вы уже заметили сегодня я тоже не выходила из дома и связано это с разными причинами находилась находились дела дома что сделать и вы наверное заметили я спортивной футболки в шортах я также на нахожусь зачем спросите вы я не собираюсь куда-то бегать там идти на стадион там или еще как-то а вот зачем я увидела что крайне необходимо в эти дни усилить физические нагрузки на организм в какого плана нужно делать зарядку элементарно если раньше мне хватало того количества пройденных шагов за день которые я делала то сейчас я их делать эти самые шаги не могу поэтому ощущаю что организм испытывает недостаток в движениях но то что по дому приходится что-то делать естественно при этом передвигаться этого мало несмотря ни на что и и даже если я выхожу куда-то в магазин они находятся все в шаговой доступности и ничего не получится в том плане чтобы физическая нагрузка была нормальная оптимальная поэтому делать зарядку необходимо вот как только я ее сделала даже сначала только чуть-чуть уже ощутила себя лучше потом еще сделать лучше вот сегодня утром я сделала и сейчас еще буду делать но помимо того что я делаю такие необходимые вещи дома и я рекомендую всем кто окажется вот таких же условиях карантинных будет вынужден находиться на изоляции или допустим у него даже не будет возможности вообще из дома выходить то что вот я хоть изредка как говорится и хотя бы ненадолго выхожу я рекомендую вам свои физические нагрузки пересмотреть потому что организм он даст сразу свои сигналы и еще насчет питания что я могу порекомендовать если вы раньше съедали какой-то объем пищи и вам было нормально хорошо то сейчас рекомендую пересмотреть этот объем в сторону уменьшения почему нагрузки все равно снижены и калорий вы столько не потратите но я думаю не надо вам доказывать что если калории будут накапливаться во что они выльются то есть вы потом не влезете в свои вещи даже те которые казалось бы не вызывали у вас никаких хлопот и проблем их на диване поэтому ешьте меньше больше двигаетесь даже дома и вот те ролики которые некоторые считают только-только смешными когда человек в кухне наливает моющее средство на пол немножко воды начинает по всеми ногами бегать по полу держась естественно за раковину имитируя беговую дорожку ну я считаю да забавно это все выглядит но молодец он если он правда этот человек как делает каждый день а не только для съемок ролика он делает правильно я могу вам сказать даже не сомневайтесь что я еще могу сказать понедельника россия уходит на карантин и пока что на одну неделю если кто-то еще не слышал по путин по телевидению обратился к народу и сказал что вот карантин прекращается работа под исключением предприятий по производке товаров первой необходимости магазинов и аптек в общем также в европе и коммунальщики нужен да вот все остальные на самоизоляцию с сохранением заработной платы но для тех я специально скажу кто еще не понял что это такое воспринимает это просто как очередные выходные нет это совсем другое чем нежели вы привыкли видеть в своих обычных выходных если кто-то скажет ты так редко выхожу мол не хватает посижу за компьютером тем более погода еще у нас там регионе не очень ничего страшного даже и в этом случае все равно обратите внимание на то что вы должны будете выходить из дома поверьте это то что я говорю имеет под собой основание если кто-то еще не в курсе посмотрите на видео и выходить вы просто должны даже самим себе должны не говоря о том что окружающим выходить только по крайней необходимости всего там кончились продукты дома допустим или там в аптеку вам нужно и еще если вдруг вы у себя наружили симптомы заболевания конечно нужно обратиться к врачу но если что даже поможет если вы в принципе молодой человек ну как относительно даже молодой так условно скажет хотя это на сайте все информации на любом есть вы можете посмотреть на любом языке почитать и даже переводчик поставить если вы хотите там из разных источников информацию иметь в принципе более-менее здоровый человек перенесет это действительно как сезонный вид но если конечно у человека есть хронические заболевания или он старше 65 плюс но даже может немножко и меньше потому что хроническим заболевания даже кто-то может не знать какие у него есть то конечно да эти люди в опасности находятся и даже вот если я вот специально вышла в эфир не не без всяких косметик и даже если у вас так как у меня появятся круги под глазами от сидения дома все равно это вертит и он да нежели если вы допустим самим себе или кому-то из своих близких притащили бы коронавирус так что говорится поработайте со своими детьми на тему того что не надо бегать по улицам это не каникулы дополнительные когда можно бегать друзьям или еще куда-то сбегать где-то потусоваться не надо тусоваться будете потом скучно ничего поскучаете зато я думаю будет мягко говоря отнюдь не весело если коронавирус придет кому-то в дом поэтому лучше поскучать найдите какие-то игры вплоть до того что достаньте свои старые настольные игры в карты хоть играйте в домино в шашки там шахматы и так далее в города или еще во что хотите телевизор смотрите но только не ходите и не контактируйте с людьми как можно больше изолируетесь от всех но понятно если кому-то требуется помощь и вы готовы и можете ее оказать то понятное дело ее нужно и можно оказывать при этом соблюдая меры необходимой предосторожности то есть тут и маски и перчатки и все остальное сейчас вот в европе сделали это не сразу было сделано ну и пока что тоже не во всех магазинах на сетевых точно сделано на ходе я уже говорила об этом вы берете гель спиртовой руки обрабатывать но не гель этот септик антисептик потом надеваете одноразовые перчатки такие как используют все женщины когда красят волосы не только женщины мужчины тоже могут принципе волосы покрасить почему бы и нет вот и и в таком виде вы ходите по магазину ну и используете если у вас есть марлевые повязки или там подручные средства потом вы увидите что это правильно это необходимо еще раз напомню что когда британии на два дня ослабили карантин сразу же заболевание поползли вверх а потом обратно все вернули все карантинные меры и опять удалось стабилизировать эту ситуацию так что вы пожалуйста не пренебрегайте всем этим не допускаете бесцельного шатания и вообще кого бы то ни было и даже детей то действительно дети в меньшей степени подвержены этому заболеванию если даже ребенок заболеет то скорее всего он перенесет просто как сезонную простуду но он может стать переносчиком и опять-таки дети тоже бывают с хроническими заболеваниями поэтому никому не надо чтобы кто-то этой болезнью заболел некоторые говорят что то ерунда это всего лишь сезонный грипп сезонная там простуда нет не всего лишь потому что это мутация с которой раньше человечество не сталкивалась если разные там виды гриппа принципе более или менее быстро от них для борьбы с ними получали необходимые препараты то в этом случае так не произошло пока что вот поэтому ситуация остается опасно опасной в разряд сезонных простуд он вот этот самый коронавирус перейдет только в том случае когда 800 80 процентов населения но каким-то образом с этим вирусом столкнется и в общем у человечества возникнет коллективный иммунитет да кто-то скажет от обычного гриппа тоже люди умирают там осложнения бывают виде пневмонии так далее это же кто с ослабленным иммунитетом это не переносит да конечно все может быть но тем не менее фактор остается на лицо фактом и поэтому как ты не отвергай как ты не считай себя а я вот не стадо и я не буду вот эту всю глупость поддерживать и там как сказать поддаваться зомбированию паники как многие говорят я лично не знаю никого больного коронавирусом значит его нет нет товарища он есть если вы не знаете ни одного больного но повезло же вам в конце концов не вот поэтому вы как себя каким не знаю считаете исключением или там избранником тем не менее если коронавирус приходит он не разбирает опять же я напомню фильм известный советский формула любви и вспомните там эпизод с тем как доктор рассказывает помещен помещику молодому о том что калиостров совсем находится рядом да мало того сударь он в россии да он еще совсем рядом там застрял там карета сломалась и в гостинице сидит клопов кормит а этот молодой помещик возмущается как клопов магистр врач ему отвечает клопы сударь не разбирает магистр или нет типа все равно так же и вирусу все равно будь хоть человек там самые незаурядные личностью самым это мы не знаю там гением или посредственностью вирусу все равно он если вирус относится к человеку ну то есть если он имел бы разум именно бы так выразил бы свое мнение то есть вирус по отношению человеку ведет себя только как биологическому объекту и если этот биологический объект подходит для поражения данным вирусом вирус его поражает еще раз напомню особенно группе риска люди старшего возраста а также люди с ослабленным иммунитетом у кого этот иммунитет ослаблен у тех у кого есть хронические заболевания и если вы не знаете есть ли у вас эти заболевания то лучше побережься а если тем более даже вы знаете что у вас ничего нет и вы здоровы тем не менее вы можете стать переносчиком данного заболевания поэтому будьте внимательны берегите себя не относитесь к предстоящим выходным как лишнему поводу для тусовки тусовка будет потом когда коронавирус уйдет сейчас тусовок быть не должно ни в каком виде не в виде гостей не в вы поверите мне поверьте как человеку живущему в зоне повышенной опасности испания относится к эпидемическому очагу европейскому так же как италии и вот там великобритания потом следом идет так что будьте внимательны всем спасибо за внимание будьте здоровы увидимся